Если вы считаете, что ваши трудовые права нарушаются, законодательство предоставляет широкий выбор средств для их защиты. Можно заняться самозащитой своих прав, привлечь профсоюзный орган, обратиться в комиссию по трудовым спорам, пожаловаться в инспекцию Роструда или прокуратуру. Наконец, пойти в суд. Сегодня в программе мы расскажем о способах защиты индивидуальных трудовых прав. Это программа «Прокурор в теме», гость в студии Денис Александрович Рец, заместитель прокурора Ленинского района города Самары. Здравствуйте, Денис Александрович. Добрый день. Ну что же, приступим к заявленной теме. Как известно, все мы, работающие граждане, получаем заработную плату два раза в месяц, и это по закону. Скажите, пожалуйста, в каких случаях происходит нарушение вот именно этих прав? Ну у нас периодичность выплаты заработной платы, как правило, и по общему правилу два раза в месяц. Также работодатель может предусмотреть иной период, может выплачивать и чаще, в том числе заработную плату, что определить в дополнительном соглашении, либо в трудовом договоре. Также дополнительные все критерии устанавливаются в дополнительном соглашении. За несвоевременную выплату заработной платы предусмотрена административная ответственность, а также уголовная. Как правило, административная выражена в составе административного правонарушения по части 6 статьи 5.27 Кодекса административных правонарушений. Из-за невыплаты заработной платы, полной невыплаты в течение трех месяцев и частичной в двух месяцах, предусмотрена уголовная ответственность по статье 145.1 Кодекса административных правонарушений. То есть, когда не выплачивается заработная плата и когда нарушаются права работников, как вы сказали, регламентируется двумя месяцами и более, то есть можно обратиться с этим вопросом к прокуратуру? Да, безусловно. И зачастую люди к нам обращаются. По результатам рассмотрения указанных обращений проводится прокуратура проверка и принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования вплоть до направления постановления для возбуждения дела уголовного дела в отношении работодателя. Также одно из последних рассмотренных обращений в прокуратуру района, также приняли в том числе защиту прав граждан путем направления искового заявления в суд, где был заявлен в том числе и компенсация морального вреда, причиненного работнику. Таким образом отреагировали полно и сопровождаем гражданина до полного восстановления его трудовых прав. То есть решение вступает в законную силу, мы обеспечиваем контроль до полного его исполнения, в том числе и с привлечением судебных приставов. Продолжаем разговор. Есть случаи, когда работодатели выплачивают заработную плату в конвертах, так называемая серая зарплата. А вот давайте поговорим о минусах таких выплат. Минусы безусловно они есть, поскольку получение заработной платы в конверте, так скажем, оно негативно сказывается на социальных дальнейших гарантиях, выплатах при оформлении больничного листа. Кроме того, может сказаться при оформлении документов на получение займов и ипотеки в банковских структурах, поскольку анализируется финансовая составляющая гражданина, вся сопутствующая, где он и как работал. Конечно. Ну и не нужно забывать еще и о пенсионных накоплениях. Наверняка это тоже имеет место быть и отражается. Но вот скажите, пожалуйста, а вообще тенденция какова? К уменьшению или все-таки к увеличению получения зарплаты серой, так называемой, в конвертах? Тенденция как таковой определить очень сложно увеличивается. Да, это безусловно присутствует. Мы очень активно боремся с этими, так скажем, проявлениями. В настоящее время прокуратура района по рассмотренному обращению в одном из частных детских садов была выявлена заработная плата в конвертах. В том числе и с работником был просто не заключен, был трудовой договор. Силами прокуратуры района руководитель частного учреждения был привлечен к административной ответственности. Также мы признали путем направления искового заявления в суд о том, что признать отношения трудовыми и, соответственно, выплате заработной платы тоже исковое заявление было подано. Скажите, пожалуйста, а когда, ну вот просто рассмотрим такой жизненный случай, к примеру, когда гражданин приходит устраиваться на работу, ему открыто говорят, вы знаете, а вот мы платим зарплату в конвертах. Скажите, нарушаются ли тем самым права, трудовые права гражданина, когда он, естественно, не согласен и хочет официально отображать и видеть свой заработок и получать его, скажем, как везде и все на карту? Безусловно, при, так скажем, принуждении работодателем к заключению, не заключению, точнее, трудовых отношений, это не есть хорошо. Человек, который трудоустроится, должен это прекрасно понимать. И при фиксации, так скажем, таких случаев, ну, безусловно, нужно обращаться как в прокуратуру и так же в государственную инспекцию труда по Самарской области. Хорошо. Оплата времени простая, если происходит она по вине работодателя. Скажите, как рассчитываются вот такие выплаты, самое главное, как они фиксируются? Ну, по общему правилу, время простоя по вине работодателя оплачивается не менее двух третей от среднего заработка работника. Это предусмотрено статьей 157 ТК РФ. Ну и простой может быть оплачен в большем размере, исходя из финансового положения самоорганизации. Оплата времени простоя не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Так. Так, простой фиксируется у нас в табеле учете рабочего времени, ну, с определенным кодом КП или 31, это из расчета оплаты фиксируется в расчетных листках. А что можно считать простоем? Можно считать простоем, когда определено приказом организации о том, что организация временно перестанавливает работу, о чем выносится соответствующий приказ работодателям и письменно уведомляйте работники. Спасибо большое. Ну, а теперь о срочном договоре замолвите слова. Плюсы и минусы вот именно такого документа. Если будем говорить о срочном трудовом договоре, конкретно этот договор заключается на определенный срок, этот срок не должен превышать 5 лет. Соответственно, срочный трудовой договор, как правило, заключается с лицом, к примеру, гражданин, гражданка ушла в декретный отпуск, соответственно, время ее отсутствия заключается с работником срочный трудовой договор. Указанный трудовой договор может быть расторган по соглашению сторон, либо по окончанию указанного срочного трудового договора. В том числе, в отличие от, так скажем, постоянного трудового договора, у нас здесь работодатель не знаком с локальными нормативными правовыми актами работника. То есть, он определенный период времени осуществляет свою трудовую функцию, по результатам которой он может быть уволен. В принципе... А здесь вот какие вообще фиксируются нарушения, если мы говорим сейчас о срочном трудовом договоре? Ну, здесь при заключении указанного срочного трудового договора, конкретно, заработная плата может быть также задержана, соответственно, не выплачена, либо какие-либо еще ущемляющие права могут быть включены, которые могут негативно сказаться на трудовой функции работника. Так, ну, давайте поговорим еще о льготах. Какие льготы предусмотрены для трудящихся? Многие не знают даже, что льготы существуют, работодатели, может быть, о них умолчать. А вообще, какие существуют льготы для трудящихся? У нас трудовым законодательством предусмотрены льготы следующим категориям работников. Это студенты, беременные гражданки, а также инвалиды. Таким образом, льготы предусматриваются указанным категориям преимущественно сохранение рабочего места при сокращении численности штата, предоставление дополнительных гарантий, назначение и отправка в командировку только с согласия самого сотрудника. Также предоставление для ухода за ребенком. Это касаемо лиц, точнее, граждан, которые воспитывают граждан детей до 18 лет. И сохранение оклада при переводе на иную равнозначную должность при производственной необходимости. Здесь с какими нарушениями чаще всего приходится сталкиваться? Если есть какие-то примеры, но вот показательные, прошу вас их, конечно, привести. Ну вот у нас, как правило, рассматривается указанное обращение, да, бывает. Конкретно поступало обращение по вопросу нарушения прав инвалида. По результатам проведенной проверки мы приняли исчерпывающие меры прокурорского реагирования и конкретно защитили права, восстановили права указанного инвалида. То есть работодатель согласился путем рассмотрения представления с участием прокуратуры района. Скажите, а вот поступает, когда обращение или жалоба в прокуратуру, ну вот сейчас мы сегодня говорим про трудовые права, а вот делится ли по категориям обращение и меры их реагирования прокуратуры, я имею в виду, то есть любая жалоба, любое обращение и реакция прокуратуры временная одинакова? Ну, безусловно, у нас предусмотрено рассмотрение обращения, это инструкция по порядку рассмотрения обращений граждан. Сказать, что одному обращению мы дадим более приоритетное рассмотрение, нет, это не так. Обращения поступившие в прокуратуру анализируются, социальная направленность защиты прав граждан, ну, это приоритет работы прокуратуры, поскольку мы средоточены на защите реальных прав граждан, то есть восстановлению их граждан, в том числе трудовых граждан, вот как раз-таки к тематике нашего вопроса. Общий срок рассмотрения обращений граждан у нас, он установлен, мы его чтим, так скажем, и по каждому обращению, если мы усматриваем меры нарушения законодательства, безусловно, после согласования с аппаратом проводим проверки. Так какой срок? В 30-дневный у нас это предусмотрено приказом Генеральной прокуратуры, также в 15-дневный рассматриваются обращения, которые не требующие проверки, проведения проверки, либо в 7-дневный срок рассматриваем вопрос о перенаправлении поступивших обращений, если не касается прокуратуры, то есть иной контролирующий орган вполне может рассмотреть и принять какие-то меры по защите прав. А вот сейчас дайте, пожалуйста, нашим уважаемым телезрителям практический совет. Вот когда гражданину кажется, что его права нарушены, да может быть даже не кажется, а совершенно точно, и это установлено, но, к примеру, не получает он в течение трех месяцев зарплату и пишет в заявленной форме жалобу, обращение в прокуратуру и прикладывает, соответственно, все полагающие документы, подтверждающие его правоту. Вот такое обращение рассмотрится быстрее или просто, когда человек написал жалобу, не прилагая никаких фиксирующих документов? Ну, исходя из конкретного контекста, высказанного вами, я полагаю, что это обращение будет принято незамедлительно к рассмотрению и уже в кратчайшие сроки будет подготовлено постановление в порядке части 2 статьи 2 статьи 37 ОПК РФ и направлены следственные органы для проведения проведения правительства в рамках 44-45. Денис Александрович, предусмотрена ли государственная помощь в трудоустройстве лицам, которые ищут работу? И самое главное, как ее получить и какой, опять же, здесь может быть помощь и поддержку оказывает прокуратура города? Ну, гражданам Российской Федерации сейчас приоритет на защите трудовых прав. Как правило, практический совет обратится в первую очередь в службу занятости при поиске работы, получить бесплатную консультацию в соответствии с его профессиональной ориентацией, а также содействие в поисках работы. Также может быть направлено на, может быть, гражданин направлен на профессиональное обучение, образование по востребованию ныне профессии. Кроме того, в настоящее время при соблюдении, так скажем, сборе належащих пакета документов у нас предусмотрено в Самарской области минимальное пособие в Самарской области 12 тысяч рублей в месяц, соответственно, на эти средства. Но на период поиска работы гражданину это будут положены выплаты. Но все-таки, возвращаясь к теме нарушений, именно как работодатель нарушает права, все-таки с какими основными жалобами в связи с этим поступают в прокуратуру? Расскажите. Как правило, это не оформление трудовых отношений и зачастую это задержка заработной платы и также иные. Но основное это невыплата и ущемление, так скажем, трудовых прав. По результатам, опять же, как и отмечалось ранее, прокуратура принимается исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе и возбуждаются уголовные дела. И, как правило, в большинстве своем случае работодатель будет привлечен к административной ответственности при наличии нарушений. А вот, как правило, это одни и те же организации, либо все-таки разные? Если попала организация в список должников прокуратуры, вынесено постановление, устранили ошибку, вот бывает ли периодичность нарушений одних и тех же организаций, как правило, с чем это связано? Как правило, повторно у нас такого не бывает. Да, в практике может быть абсолютно разное, может быть и одна организация, но за, так скажем, период работы, 22-й год, 23-й, если организация попала по тем или иным причинам, в такой список должников, соответственно, они делают на себя належащие выводы и, как правило, больше не нарушают. Для справки хотелось бы сказать о том, что у нас за 22-й год прокуратура района в защиту прав граждан, точнее, не выплата заработной платы, как правило, это было заявлено 65 исковых заявлений, вот. И взыскано 2,4 миллиона задолженности работникам, непосредственно они получили свои деньги. Мы ориентированы в аппарат район прокуратуры именно на то, чтобы люди реально получили свои деньги, которые они заработали, поскольку мы все... Поскольку они их заработали. Денис Александрович, какую ответственность несет работодатель за прочие, кроме задержки заработной платы, нарушения трудового законодательства, условия коллективных договоров, соглашений и трудовых договоров? Как мы обсуждали раньше, за каждое, так скажем, правонарушение у нас предусмотрена ответственность, так скажем, административная, касаемость части 1, статьи 5.27, также за строгое нарушение, так скажем, невыплата заработной платы предусмотрена ответственность по части 6, 7, статьи 5.27, ну а за задержку заработной платы это возбуждение уголовного дела по статье 145, прим. 1. А давайте сейчас мы непосредственно перейдем к трудовым отношениям, трудовой договор и договор гражданско-правового характера. Скажите, пожалуйста, на что все-таки стоит в первую очередь обратить внимание при заключении именно гражданско-правового договора? Ну, гражданско-правовый договор, его отличие от постоянного договора при заключении постоянного трудового договора у нас, работодатель, этот трудовый договор заключается на неопределенный срок. Здесь предусматривается постоянный характер выполнения работ с его, так скажем, профессиональной ориентацией, то есть на кого учился, так скажем, тем и работать в соответствии с трудовым договором и будешь. В гражданско-правовом договоре достигается между работником и работодателем личное соглашение о выполнении какой-то конкретной определенной задачи. В том числе при, так скажем, разнице между гражданско-правовым и постоянного договора отличается в трудовом договоре постоянно действующим, могут график предусмотрен быть с меняемости. Ну, то есть все-таки факт наличия трудовых отношений можно в том числе зафиксировать и гражданско-правовым договором, верно? Да, безусловно, все трудовые отношения, которые возникают между работником и работодателем, они должны быть обличены в то или иное соглашение, будь то гражданско-правовый, либо трудовой договор, и составлены в двух экземплярах. Один экземпляр, безусловно, должен быть вручен работнику, а второй стоит у работодателя. Ну, а все-таки на что нужно обратить внимание, если, допустим, вот в трудовом договоре нет каких-то обязательных условий, ну, впрочем, что должно вообще насторожиться работника, если перед ним, ну, вот, дают договор на одном листке, и там прям буквально несколько пунктов? Ну, безусловно, здесь нужно обращать внимание на предусмотрение, предусмотреть выплаты заработной платы, порядок и периодичность ее. В принципе, мы уже ранее обращались к тому, что не менее двух раз в месяц зарплата должна быть определена. В том числе это договор между двух сторон, где работодатель, работник приходят к определенному соглашению. Так, зарплата должна быть четко прописана, что еще? Перезаключение гражданского правового договора в течение длительного времени также допустимо. В том числе при срочном трудовом договоре работник не ознакомится с локально-нормативно-правовыми актами, как при заключении трудового договора. Ну, вот все-таки в некоторых многочисленных организациях, либо ИП, отсутствует учет рабочего времени. Скажите, должен ли он осуществляться и, соответственно, какая предусмотрена за это ответственность? Учет, так скажем, заключения трудового договора с гражданином, это, безусловно, факт, который должен быть. Так, прокуратура района за 22-й год было выявлено 11 фактов, так скажем, неоформления трудовых отношений, с чем в прокуратуру было подготовлено 11 исковых заявлений о признании отношений трудовыми. Так скажем, как доказывались со стороны прокурора наличие факта трудовых отношений, это опрашивались свидетели, которые видели, что человек непосредственно выполняет трудовую функцию. По одному иску доказательствам была предоставлена видеозапись, по которой судом была даже дана оценка, и в конечном итоге были признаны отношения трудовыми. Ну что же, нелишним, наверное, будет задать вопрос в преддверии летнего периода отпусков, если нарушаются права именно по предоставлению отпусков работнику, что нужно делать тоже здесь в помощи прокуратура? Как правило, опять же, про категории, которым невозможно, так скажем, отказать в отпуске, это несовершеннолетние, инвалиды, лица, воспитывающие детей до 18 лет, и беременные женщины. В принципе, предусматривается ежегодно график отпусков, по которому, так скажем, люди, соответствующие с этим графиком отпусков, планируют свою отпускную деятельность. Единственное, что перенести отпуск, это допускается, но по соглашению опять же сторон. Так, ну а если не соблюдается этот график, работодатель говорит, «Я не могу тебя сейчас отпустить в отпуск», это уже повод задуматься? Да, безусловно, это повод задуматься, и если, так скажем, упорно… Если это, опять же, происходит не единожды, да? Да, работодатель не соглашается, то это повод в том числе обратиться в органы прокуратуры либо в Государственную инспекцию труда. Давайте поговорим о контроле за исполнением в сфере занятости национальных проектов. Что для этого делается прокуратурой, ну, здесь, в частности, Ленинского района? У прокуратуры обеспечивается контроль за реализацией национальных проектов, в том числе по результатам проверки прокуратуры района в сфере, так скажем, обучения и граждан, точнее, повышения квалификации, были выявлены нарушения, в ходе которых, так скажем, работы по обучению фактически не выполнялись, прокуратурой проведена была проверка, по результатам проверки было возбуждено уголовное дело, по факту невыполнения, так скажем, запланировано, предусмотрено денежными средствами в рамках реализации национального проекта, фактически не были исполнены, и, соответственно, было выявлено это и отражено, так скажем, в материалах уже уголовного дела, оно, которое в настоящее время расследуется. Ну что же, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, какой бы главный вывод вы, как заместитель прокурора Ленинского района, могли бы сделать, ну и, конечно, какой самый главный совет по итогам нашего сегодняшнего разговора вы могли бы дать всем нашим телезрителям? Безусловно, трудовые отношения – это важно, это ваши социальные гарантии. Если правильно все в соответствии с требованиями законодательской Федерации будет оформлено, соответственно, подписан и заключен трудовой договор, вы имеете право на все социальные выплаты, гарантии, в том числе при возникновении различных случаев. Соответственно, рекомендация заключать трудовые договора, чтить его работодателю и не нарушать сроки оплаты труда, поскольку денежные средства в настоящее время являются важной составляющей нашей повседневной жизни. Спасибо вам большое, Денис Александрович. Вы смотрели программу «Прокурор в теме», и гостем в студии был сегодня Денис Рец, заместитель прокурора Ленинского района Самары. Спасибо всем за внимание. Ну а если нарушаются ваши трудовые права, вполне себе реально обратиться в прокуратуру вашего района. Всего хорошего. До свидания.